Я хочу ввести очень важные общие понятия и методы, которые надо хорошо понимать для исследования любых семиотических систем, то есть систем знаков, с которыми мы дальше с вами будем иметь дело. То есть мы с вами будем иметь дело с языками разного рода. Язык всякий раз – это система знаков. Знаки могут быть разные. Это могут быть слова обычного языка нашего, это могут быть знаки какой-нибудь науки, скажем, математические знаки, или отличие от них – знаки химиков и так далее. Это могут быть знаки искусства. Ну, скажем, простейший способ – это знаки живописи или графики, когда изображаются определенные предметы или определенные лица или пейзажи. Но это могут быть и целые композиции зрительных знаков, как в современном кино или телевидении, где может быть и много фантастики. То есть это не обязательно изображение каких-то реальных предметов, а довольно частое обозначение абстрактных знаков. Значит, мы рассматриваем самые разные знаки с точки зрения их роли для человеческих культур, но при этом полезно ввести очень важное разграничение. Оно было впервые введено в математической логике, поэтому я начну с термина, который хорошо известен всем, кто хотя бы немного занимается математикой. Потом скажу о том, как этот термин применяется в других случаях в семиотической антропологии. Это термин – мета-язык. Значит, первое, что сегодня мы рассматриваем, это соотношение языка, любого языка, в частности, ну, скажем, русского языка, и мета-языка, то есть языка, на котором можно описывать другой язык или какую-нибудь его часть. Ну, скажем, мы с вами собираемся изучить или почитать или критиковать какую-то грамматику русского языка. Скажем, написанную определенным лингвистом. Что мы при этом делаем? Предполагается, что мы с вами знаем самый язык, русский язык, но это еще нас мало куда ведет, потому что для того, чтобы понять, а что имел в виду наш автор, который написал вот целую книгу, грамматику русского языка, мы должны понять систему его обозначения. Он будет пользоваться, скажем, ну, если я говорю о какой-то основательной подробной грамматике, он будет пользоваться названиями разных частей речи. Само понятие части речи – это мета-языковое понятие, да, это обозначение разных классов слов. Значит, мы при этом отвлекаемся от того, что каждое слово что-то значит. Одно слово, там, логарифм, обозначение математического понятия, другое слово, там, книжная полка или книга. Да, но нам совершенно не важно, что конкретно значит то или иное слово. Каждое из этих слов – это существительное. А существительное – это определённая часть речи. Совершенно абстрактное понятие. Но если мы с вами изучаем русскую грамматику, то оказывается, что мы говорим о существительных в том случае, если мы можем указать некоторые другие категории, такие, как наличие падежей. Скажем, для слова «книга» очень важно, что у нас есть форма «книга», «книги», «книгой» и так далее. И мы этим пользуемся для того, чтобы понять, в каком именно падежном значении находится сейчас наше слово. Значит, помимо того, что слово – это существительное, оно ещё имеет грамматические категории существительного, к которым относится ещё также род. То есть очень важно, что книга – это грамматический женский род, который согласуется с тем, что это, скажем, русская книга или хорошая книга. Опять, не важно, какие прилагательные, но важно, что прилагательные к этому слову должно относиться к другому классу, а именно к классу прилагательных. То есть оказывается, что грамматика – это некоторая система сцепленных друг с другом понятия. И очень важно научиться всему этому корпусу понятия. Без этого мы грамматику изучить не можем. В этом смысле, знаете, когда вот меня спрашивают, а сколько языков вы знаете, или задают вопрос, а как там выучить языки, очень важный вопрос заключается в следующем. Когда вы знаете какой-то язык, вы его знаете бессознательным образом. Что значит, что мы знаем свой родной язык? Это ведь значит то, что мы в возрасте от двух до пяти лет, Чуковский прав, и действительно это вот возраст от двух до пяти, мы в этом возрасте обладеваем всей системой языка, всем тем, что потом может быть описано метаязыком грамматики. Но мы в это время никакой грамматики не учим. Мы выучиваем только реальные слова, их форма, как они соединяются друг с другом. А потом уже, если мы попадаем в школу, или если нас кто-то начинает учить, мы выучиваем отдельно грамматику русского языка, то есть метаязык, который нужен для того, чтобы разбираться в нашем родном языке. А для чего разбираться? Разбираться, ну, практически каждый из нас должен, скажем, для того, чтобы писать грамотно, чтобы не допускать, скажем, использования падежей там, где нужно поставить родительные падежи, мы поставим, предположим, дательные, да? Это не нужно делать, да? Для того, чтобы избежать ошибок в языке, каждый из нас, не только иностранец, но каждый, говорящий на русском языке, должен в какой-то степени овладеть его грамматикой. То есть, оказывается, две разных задачи стоят перед каждым, кто пользуется определенной системой знаков. Вы можете эту систему знаков выучить, вы будете ее знать более или менее бессознательно, и вы обязаны на каком-то этапе овладеть мета-языком, на котором эта система может быть описана. Ну, для тех, кто может заинтересоваться тонкостями, я должен еще сказать очень важную для современной науки и техники вещь, а именно то, что на самом деле не всякую систему легко описать и изложить на мета-языковом уровне, то есть, описать ее вот так, как мы описываем русскую грамматику. Для этого система должна быть достаточно симметрично, гармонично построена, то есть, так, чтобы разные понятия соответствовали друг другу. Была некоторая конструкция, которая объединяет все понятия, так как вот мы описывали сейчас часть речи, что часть речи это то, к чему относятся определенные падежи, рот и так далее, прилагательные и так далее. Вот это некоторое основное понятие различия языка и мета-языка, которое было введено замечательным польским логиком Тарцким, ну, это было еще в первой половине прошлого двадцатого века, и с тех пор это повлияло на все другие науки. Вы знаете, что математическая логика это та область, которая потом была предметом для детального исследования самых разных областей, в частности многое в компьютерной технике связано с использованием математической логики. Но одно из самых крупных открытий несомненно вот это. Дальше возникает вопрос относительно, поскольку я стараюсь вам все основные главы современной семиатической антропологии изложить в историческом порядке, возникает вопрос исторически. А как рано человек заменяет представление о реальном бессознательно использованном им языке, как рано он может начать заменять представлениями о мета-языке для описания. Здесь, мне кажется, очень важно понять роль изучения языка в истории человечества, оказывается, очень рано человек начинает исследовать свой собственный язык. И в этом смысле огромные достижения были достигнуты в Древней Индии. Вы знаете, Древняя Индия заставляет думать, что первая точная наука, которая была развита в известных нам культурах. Это именно наука о языке, но отчасти наука о языке и письменности в том и другом месте. И в частности, это было сделано в Индии. Но приблизительная дата это где-то вокруг начала первого тысячелетия до нашей эры, до Рождества Христова. То есть, это приблизительно между вторым и первым тысячелетиями. То есть, это примерно три с лишним тысячелетия, если отсчитывать от нас с вами. Но в таком более-менее окончательном виде эти результаты первой революции в науке сказываются к исходу первой половины, то есть, где-то к середине первого тысячелетия. Но это время и той научно-технической революции, о которой я с вами говорил и буду говорить по поводу других областей науки. Но вот в этой области науки, в области осознания наукой самой себя, то есть, понимания того, что такое наука, в этой области больше всего было сделано в Индии, и в частности в индийской грамматике. И я имею в виду грамматику санскрита, и в частности великого индийского грамматиста Панини, Панини. Это примерно пятый век до нашей эры, то есть, примерно двадцать пять, или, может быть, уже почти двадцать шесть веков до нас с вами. В это время жил великий человек, который изложил всю систему знаков письменности и языка санскрита на особом мета-языке. Значит, санскрит, в санскрите самом, это sans-karta. Sans имеет значение искусственным. А karta это причастие от делось, karkar, это похожее слово вы можете знать, если знакомы с фарси, персидским языком, родственным санскрита, это будет karden, санскрита. karta это сделаны санскрита, сделаны искусственно, в отличие от prakarta. Prakarta это то, что по-русски транзитерируют, то есть передают как prakrit. Prakrit это название, используемое для устных языков Индии примерно того же времени. То есть тогда, когда Индия это страна, где очень важным было понятие kasta, когда высшие kasta Индии говорили на санскрите, другие kasta использовали разные варианты prakrit географические варианты, то есть в зависимости от этнической группы, некоторые социальные варианты, варианты в отдельных kast санскрит был и остается kastовым языком собственно до нашего времени. Вы знаете, что формально kast в Индии отменены, но по мере того, как Индия очень медленно входит в сферу другой цивилизации, в которой нет kast, более демократических цивилизаций Западной Европы. уменьшается число знающих именно санскрит как основной язык. Я еще помню время, когда в Россию в качестве главного верховного руководителя Индии всей страны приезжал Джабахар Лаунаэро. Это человек, который стоял у самого начала современной независимой Индии, и он говорил сам о себе, что он был из числа двух тысяч людей в Индии, а Индия это страна с сотнями миллионов жителей, как вы знаете, сейчас по количеству жителей она соперничает с Китаем, поэтому когда мы говорим об Индии, мы говорим о существенной части всего человечества. так вот из этого огромного количества людей Джабахар Лаунаэро подбежал к двум тысячам, которые в то время, когда он был мальчиком, говорили на санскрите, потом их число стало меньше. Я встречал некоторых индусов, которые хорошо знают санскрит, и основной язык Индии, который, видимо, будет к середине 21 века одним из двух главных языков всего человечества, это язык хинди. Это официальный язык, в котором очень много санскритских слов. То есть, я практически, поскольку довольно много изучал санскрит, я многие тексты хинди легко понимаю, но всё-таки это отдельный язык, современный язык, который отдалённо схож санскрит. Теперь возникает такой важный вопрос. Что дальше происходит санскритом и почему вообще это колоссальное открытие, возможность создания специальной грамматики отдельного языка, почему это открытие сравнительно медленно входит в спектр всех мировых открытий до сих пор. Ведь если вы спросите какого-нибудь человека, даже хорошо разбирающегося в какой-то конкретной науке, а что ты можешь сказать вообще какие есть точные науки? Едва ли он вам назовёт грамматику или языкознание как одно из главных областей. А исторически всё-таки это было так. Что произошло? дело в том, дело в том, что для того, чтобы язык правильно систематически описать, надо знать и понимать внутри его структуры некоторые основные соотношения, в частности симметрические. То есть, скажем, то, что определенные падежи имеют определенные функции, что именитные падежи это падеж той части нашей мысли, которая сейчас главный наш предмет, то, что называют подлежащее, если мы пользуемся терминами, подлежащее и сказуемое, то, что сказуемое, это чаще всего глобол и так далее. Вот вся эта система закономерности очень медленно была введена значительно позже, чем Панин открыл такую основную формальную структуру метаязыка. И на этом уровне гуманитарные науки, филологические науки, науки о текстах и языках оставались очень долго, их даже потом уже не относили к числу точных наук, какими безусловно была грамматика Панин и а вот это новое понимание языков, которое ведет к возможностям совершенно специального с ними обращения, это особенность нашего времени. Значит, наше время характеризуется в частности тем, что изменилось некоторое основное отношение к языку, то, что выразилось в ряде вновь возникших научных предметов, которые носят общее название искусственный интеллект. Искусственный интеллект, в частности, в качестве одну из важных, но пока не самых главных своих областей применения, имеет также автоматический перевод, то есть перевод с языка на язык, и это общеизвестный, поэтому никто с вами не будет спорить, если вы скажете, что в числу попыток точного описания каких-то вообще явлений относится в частности автоматический перевод или перевод с помощью компьютера, ну, все согласятся, но тем не менее не так очевидно, что это означает, что наука языке естественные языки, а также вообще наука о разных системах знаков, это и есть некоторая основополагающая наука для исследования знаков не только языка, не только естественного языка. Значит, возможно такая классификация языков, при которой мы будем рассматривать прежде всего естественные языки, т.е. те, которые складываются в разных человеческих обществах, начиная с самого древнего времени, по-видимому, с возникновения мозга Homo sapiens и даже мозга некоторых его предков, формируется сначала жестовый, потом также звуковой язык, язык слов, который является также языком понятия, и эта особенность человека ведет к тому, что возникают разные естественные языки. Сколько разных групп людей с разными их этническими ну, в сущности внешними, да, антропологическими, с точки зрения физической антропологии, то есть антропологии, касающейся всего тела человека. Вот разные антропологические группы, разные этнические группы формируют разные языки. Это особенность всего развития человека, мы об этом с вами будем довольно много говорить по разным поводам, но сейчас я хочу подчеркнуть другое, что только при определенном ходе развития естественный язык может превратиться в язык достаточно структурированный, достаточно формально построенный для того, чтобы можно было написать его грамматику. Иначе говоря, если перед нами просто множество разных предложений на языке, если мы знаем только текст языка, это еще не знание его грамматики. Для знания грамматики нам нужны определенные методы установления мета-категории, категории, с помощью которых язык описывается, мы должны эти категории найти в данном тексте, в данном языке. Это трудная задача, которая выполняется лингвистикой, наукой языке с разным успехом, но оказалось, что к 20 веку лингвистика все-таки выработала такие точные методы, которые во многом повторяют то, что когда-то вы поняли. Это в основном нахождение именно симметрических отношений. Вы знаете, что происходит в языках типа саускарта? Почему названия искусственно сделаны по отношению к санскриту? Это не случайность, потому что в каком-то смысле грамматики вот такие великие люди, Панили, когда они строили грамматику языка, они как бы достраивали язык до полного совершенства. То есть они возили некоторые категории, которые нужны внутри данной системы описания языка. Им понадобилось иметь некоторые, скажем, глагольные формы, которых могло даже и не быть в этом языке. но они как бы заново изобретаются, поскольку они естественным образом образуются по аналогии, это очень важное понятие для лингвистики, по аналогии с другими уже существующими формами образуются и данные. В этом смысле лингвистика имеет общие черты с физикой, с наукой, о внешнем мире. сейчас физики приходят к выводу, что после Эйнштейна основное направление физики это исследование симметрии уравнений, то есть способов описания физических явлений. Физические явления описываются таким образом, чтобы между разными уравнениями были симметрические отношения. это вот основное, что делает современная физика. Это наука асимметрии внутри всего внешнего мира. А семиотика эту же задачу ставит по отношению к знакам, ну и в той степени, в какой психика человека, психология человека построена на тех же принципах, что и система знаков, в какой-то степени мы сейчас методы сходные с физикой, применяемые к психологии, в частности к нейропсихологии, науке о мозге и психике человека были взаимосвязаны. Таким образом, современная наука из комплекса не очень друг с другом связанных дисциплин постепенно превращается в нечто единое. Но это единое с точки зрения представления о мета языках. То есть наука вся это некоторые использования мета языков, придуманных нами специальных способов обозначения физических явлений, явлений знаковых, то есть касающихся семиотики, явлений социальных, то есть явлений касающихся социальных коллективов. Всё это вместе образует некоторую общую систему мета языков науки. А рядом с этим находится внешний мир, мир, в котором мы реально живём, мир, в котором функционируют наши организмы, но функции организмов, тексты, которые состоят из знаков, это некоторый материал, исходя из которого наука перевоплощает всё это в свои собственные схемы. Значит, великое открытие, которое было произведено на протяжении многих тысяч лет, прошедших после неолитической революции, основное открытие заключалось в том, что кроме техники, которая позволила изменить всю внешнюю среду человека, существует возможность такого мета языкового описания всех человеческих систем, знаков, и вообще всех систем, которых участвуют сами люди, то оказывается возможно создание строгих наук, которые касаются человека в целом. Это достижение семиотической антропологии. Таким образом, та наука, которую мы с вами начинаем изучать, это попытка приблизиться к научному описанию практически всех тех явлений, которые находятся определенным образом за пределами того, что делает физика, когда физика исследует уравнение, описывающее внешний мир, потому что то, что в физических терминах мы описываем как акустические явления, как некоторые звуки, которые можно зафиксировать акустическими приборами, это только материал для того, чтобы мы дальше построили систему фонем и сказали, что вот из этого акустического материала миллионов звуков строятся звуковые типы, которых оказывается очень мало от 10 до 100 и оказывается, что эти звуковые типы нужны для того, чтобы с их помощью передавать слова, число которых подиранные десятки тысяч. То есть вся строгая система современных естественных языков, искусственных языков, то есть языков науки, главным образом, языков искусства, вся эта система описывается с помощью мета-языков, которые устроены таким же образом, как романтика естественного языка. Поэтому вот такой несколько неожиданный вывод. когда вас спрашивают, ну а как вообще вот вы собираетесь, чем вы собираетесь заниматься? Значит, если вы хотите совершенствоваться, скажем, в понимании внешнего мира, понимании устройства всей той среды обитания, в которой человек находится, то вы так или иначе выбираете науки, связанные с физикой, ну и непосредственно как химия, скажем, то есть это разные уровни описания физические, химический уровень, атомов, уровень, молекулы и так далее. Или же мы рассматриваем совершенно другие области, а именно области внутри человека и внутри человеческих коллективов, и в этом случае оказывается, что мы должны заняться довольно похожими проблемами, проблемами описания симметрических, гармонических отношений, но мы это рассматриваем на материале текстов, на материале естественных и искусственных языков, а не тех природных предметов, которые изучаются в физике и в науках физического уровня. Таким образом, я вот вам предлагаю некоторую новую схему, знаете, она с какой-то точки зрения очень старая, потому что уже Великий Августин, такой глубокий христианский мыслитель первой половины первого тысячелетия после Жреста Христова, Великий Августин уже говорил о том, что науке надо делить на науке от знаков и все остальные науки. фактически я пытаюсь повторить эту же формулу Августина, но пытаюсь ее описать более формальным образом, то есть я пытаюсь ее как соотношение мета-языков и языков как таковых, соответственно, это в физике отношение между явлениями природы, явлениями, которые мы называем естественными, и тем, как мы их описываем в уравнениях. А, собственно, то, чего пытается достичь современная семиотическая антропология попытка разработки систем уравнений, систем описания некоторых тождественных или похожих явлений, но по отношению к общению между разными людьми, по отношению к тому, что при этом происходит в психике отдельного человека. такое новое разделение наук, оно позволяет более отчетливо понять, какие науки прямо связаны друг с другом, а какие более опосредованным образом. То есть для нас науки физического цикла важны в том отношении, что они нам позволяют понять внешнюю сторону многих знаков, скажем, знаки естественного языка, которые на самом деле представляют собой определенные акустические явления с точки зрения акустики как части физики соответственно это будет описываться акустическими законами и акустическими уравнениями. Но для понимания смысла, для понимания того, зачем эти акустические явления нужны, для этого мы должны понять язык, понять законы, по которым строится грамматика языка, и законы, по которым грамматические элементы строятся из отдельных фонем. Вот этим всем занимается наука об искусственном интеллекте. То есть наука об искусственном интеллекте ценна не тем только, что она заменяет человека в каких-то отношениях. Можно делать перевод старым образом, просто нанимая переводчика, а можно брать с собой компьютер, который будет некоторые слова переводить вам с одного языка на другой. Но искусственный интеллект интересен не только и не столько этим, сколько тем, что мы постепенно учимся пониманию того, как описать внешний мир и внутренний мир примерно одинаковые совокупностью методов и средств, главный из которых это переход от уровня просто пользования некоторой системы к уровню мета-языкового описания этой системы. И в этом смысле оказывается, что лингвист, филолог мало отличается от физика, но мы отличаемся тем, какие именно элементы мы описываем. Физик сосредоточен на внешнем мире, мы сосредоточены на нашем внутреннем мире, включая всю систему коммуникации между отдельными членами коллектива. вот это такое основное различие, которое надо постоянно иметь в виду, когда мы с вами говорим о разных науках и о том, как естественные науки соотнесены с науками, которые физик Вандао называл сверхъестественными. В каком-то смысле, когда мы занимаемся самоанализом с точки исчезания современной психологии или когда мы занимаемся исследованием социальных отношений в собственной среде, где мы живем, мы, конечно, делаем что-то удивительное, сверхъестественное, более сверхъестественное, чем понимание природы, которого достигает физика, но это два разных вида удивительных занятий современной наукой. Спасибо вам за внимание к этой стороне моей лекции. Начали. Значит, я скажу еще раз. С точки зрения современной науки древнеиндийская грамматика, в частности грамматика санскрита, созданная примерно где-то не позже V века до нашей эры, то есть 2500 лет назад, а может быть и раньше, грамматика, созданная Панине, великим лингвистом Индии, ну и развитая другими замечательными древнеиндийскими учеными. Эта грамматика с точки зрения современной науки вплоть до исследователей современного машинного перевода. Она сохраняет большое научное значение. то есть то, о чём мы сейчас говорим, это не просто какие-то музейные экспонаты, музейные редкости, а это такой подход к культуре, который и для нас интересен. Когда французский буллетмейстер Бежар поехал в Индию, чтобы изучить, как сейчас индийская традиционная философия влияет на традиционного индийского танцора или балерину, который не так танцует, как танцует сейчас в Париже, Бежар по существу то же самое делает. То есть он пытается понять место совсем другого отношения к времени, место по отношению к нашей культуре. С этой точки зрения культуры делятся на два основных типа. Это идея французского великого структуралиста Клода Леви Стросса. Леви Стросс недавно умер, ему к тому времени исполнилось сто лет, но он продолжал жить и работать. Этот замечательный ученый был одним из основателей того, чему мы учимся в нашем курсе, то есть семиотическая антропология. И он в частности автор идеи, что культуры можно разделить по их отношению ко времени на холодные и горячие. Холодная культура, это культура вроде древнеиндийской санскритской, то есть для холодной культуры важно повторение того, что уже было раньше. Совершенно неинтересно что-то новое придумывать санскритской грамматики. Надо взять грамматику Панине и точно сочинять текст по правилам этой грамматики. Ничего нового от нас не требуется. Желательно повторять достижения предшествующих поколений. И так устроено большинство древних культур. Можно думать, что в самых ранних периодах, о которых мы чуть-чуть упоминали в прошлые разы. Все культуры в каком-то смысле были холодные. Человек в основном старался не забыть воспроизвести заново и без того уже очень большие достижения своих предков. На это ушло много десятков тысяч лет. Чем отличается наша горячая культура, в частности культура Европы и культура России, скажем, начало двадцатого века. Тем, что для культуры важно открытие нового. Новое время в Европе начинается с начала современного капитализма, с изобретения парового котла. Паровой котел внедряется в производство, начинается бурный рост производства и потом экономических и социальных форм, которые сопутствуют нынешнему капитализму. Это горячая культура, в которой основная цель достичь чего-то чрезвычайно нового, что было неизвестно предшествующему поколению, быстро это внедрить и извлечь из этого максимальную пользу для человеческих знаний и для бизнеса. так устроены многие современные европейские культуры, так устроена современная европейская и русская цивилизация. А те народы, о которых мы скажем, что они не цивилизованные народы, что это культуры холодные, это народы, которые доживают свое время в каких-то удаленных уголках Южной Америки, Африки, Австралии. Это явно то, что уже уходит из жизни, из движения. Значит, основное противопоставление это противопоставление синхронной точки зрения, описания настоящего, как единственное, что мы точно наблюдаем и знаем, и прошлого и будущего, особенно прошлого. историческая точка зрения, точка зрения, которую изучают не теперешнее состояние, а то, как развивалось то или иное, как те же индейские языки развивались во времени за последние 2000 лет, уже после того, как основным был санскрит. Вот это будет историческая или диахроническая точка зрения. корень это греческое хронос, хронос время, откуда наша хронология и так далее. Синхронная точка зрения, одновременная точка зрения на то, что сейчас я наблюдаться учёные вижу, но я могу это видеть сейчас, могу видеть с точки зрения того, что какой-то момент времени меня интересует, вот что было там тысячи лет назад в древнем Киеве. Тогда был древнерусский язык, он не такой, как современный русский язык, но как он выглядел, можно написать синхронную грамматику древнерусского языка 10 века. И мы при этом забудем о том, что потом язык менялся, потом возник современный русский язык, забудем о том, что было что-то до этого, какие-то славянские языки были, забудем обо всём, а пишем то, как говорили в Киеве или писали в Киеве в 10 веке. И больше нас ничто не волнует. Это синхронная точка зрения. Таким таким образом нужно запомнить различия горячего подхода к культуре, горячей культуры современной с установкой на новое, с установкой на возникновение нового. И холодная культура, холодная культура, для которой неважно новое, которая стремится повторить старое. Вы рассказываете ребёнку какую-то сказку. Вы её рассказываете второй раз перед сном. И он вам вдруг говорит, папа, ты знаешь, ты ведь вчера мне рассказывал то же самое, но только там немножко по-другому. И ребёнок недоволен. Ребёнок хотел бы, чтобы отец ему рассказал сказку, как она первый раз была рассказана. То есть ребёнок продолжает жить в холодной культуре. В холодной культуре детского фольклора. Фольклор вообще принадлежит холодной культуре. И какая-то часть детства любого из нас принадлежит тому, что можно назвать холодной культурой детства. То есть иначе говоря, это то, что нам завещало много предшествующих поколений. Кроме того, что мы все происходим из традиционного наследственного фонда в нас работает ДНК, как во всех живых существах, и ДНК человека разумного разумного отличается от той же наследственной материи, которая есть в традициях других животных. но мы следуем тому, что мы устроены согласно вот этому традиционному человеческому ДНК, ДНК именно нашего человечества, нашей подгруппы внутри многих предков людей. И это может способствовать нашей культуре. Наши родители стараются так внедрить в нас новую культуру, чтобы мы были сами устремлены к поискам чего-то нового в этой усваиваемой более или менее традиционной культуре. Вот это основное различие, которое сегодня мы с вами должны запомнить, это различие холодной и горячей культуры по отношению ко времени, по отношению к новому. Значит, что нового внес семиотический подход, в частности в работах Юрия Михайловича Лотмана и всей школы, которую мы сейчас называем Тартуско-Московская, к которой я принадлежал с момента ее создания, и поэтому буду дальше, начиная с сегодняшнего дня, излагать вам некоторые принципы работы этой школы. Значит, семиотическая школа антропология в литературе ведения высказывает гипотезу, по которой не только разные культуры делятся по отношению ко времени, но и разные писатели. Значит, из работ Лотмана, собранных в его томе о семиотике, я особенно рекомендую его работы о времени, в частности, он исследовал с этой точки исчезления Данте и исследовал с этой точки издения Лермонтова, ну и некоторых других Гоголя, некоторых других русских авторов. Но если верить Лотману, я верю ему. Я склонен думать, что, судя по данным, которыми он располагал и которые он систематизировал, у некоторых писателей, во всяком случае, проступают элементы, немножко особенного отношения к времени, специфического для них. Ну, в частности, очень интересное открытие, которое сделано относительно Достоевского. Вы знаете, что Достоевский в молодости получил очень неплохое по тому времени специальное точное образование, но в духе точных наук, потому что он учился в инженерном высшем учебном заведении. все еще до приговора, до того, как его сослали в Сибирь и так далее. Оказывается, это открыто математикам, оказывается, Достоевский один из первых, вообще первых в России, узнал о существовании нескольких типов неэвклидовая геометрия. Вы знаете, что кроме традиционной школьной геометрии, в которой принимаются постулаты эвклида, прямые, если они параллельные линии, то они никогда не пересекаются. Возможно построить геометрию, которая будет не признавать этого принципа. Это открыто нашим русским казанским учёным Лобачевским и потом вошло в мировую науку. Но существует несколько неэвклидовых геометрий, несколько возможностей описания времени и пространства с этой необычной точки зрения. Одна из них принадлежит Риммону. Не хочу вас перегружать, не буду говорить о деталях. Детали это то, чем одна неэвклидовая геометрия отличается от другой. Представьте, что Достоевский это уже знал. И математик, который я хорошо знал, Револьд Пеменов, вы знаете, что Револьд это такое неслучайное имя. Он был большой противник советской власти, дважды сидел в тюрьме, я с ним познакомился, получив от него его интересные работы по математической лингвистике из тюрьмы. Удалось его первый раз освободить, но он тут же ввязался в другую историю. Он был с ней бороться, ну, бороться словом, но, тем не менее, это не допускалось тогда. И Пеменов сидел ещё и ещё, но он был крупнейший специалист по теории относительности, по её математическим основаниям, и он понял, что в некоторых художественных сочинениях Достоевского используется подход времени, связанный с идеями Риммана, то есть математические теории не в клидовой геометрии и Риммана повлияли уже на русскую литературу в XIX веке. Я думаю, это наиболее яркие из примеров, о которых я хотел бы сказать. Значит, семиотика настаивает на возможности разного подхода к времени, не только в разных культурах, холодных и горячих, но и у разных писателей, также у разных философов, у разных религиозных философов, у разных религий и у разных художников, которые ориентируются на разные виды религии. Последняя точка зрения наиболее убедительно показана в замечательных трудах по математически точному подходу к изобразительному искусству, которые выполнены в России священником Павлом флавянским. Это один из важных русских предшественников семиотики. Мы ему обязаны его замечательным исследованием временных и пространственно-временных основ изобразительного искусства. Это его лекции, которые прочитаны были в 20-х годах, они сданы после его реабилитации. Он был арестован, второй раз расстрелян, реабилитация пришла нескоро, но в недавнее время то, что сохранилось в его большом архиве, частично уже напечатаны эти работы. Значит, семиотика настаивает на различии времени в разных культурах горячих и холодных, в разных литературах, ну, например, в связи с использованием математических идей, как у Достоевского и, вероятно, у Данта, что первый раз показано тем же Флоренским, но сейчас подтверждено рядом других работ математиков и специалистов по Данте. Вероятно, также, что можно показать значение разных отношений к времени в различных направлениях изобразительного искусства. Всё это описывается новым подходом к семиотике времени с точки осуществления семиотической антропологии. Отдельные конкретные примеры я буду приводить по ходу дальнейших лекций, а сейчас благодарю вас за внимание и в следующий раз я продолжу изложение более общих типов культур. Следующая лекция будет изучение иероглифических и алфавитных культур. Ну, это будет так следующая тема, после которой мы перейдём к другим очень важным категориям. Сегодня мы начинаем изучение категории времени. Мы на этом не остановимся, ряд иллюстраций я привожу дальше. Ещё раз спасибо вам за внимание. До свидания. До свидания.